МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир с телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зухаралиева. Здравствуйте. В начале коротко обла. Тонкое чутье и разрушенные планы преступников. В Дагестане полицейская собака помогла выебить перевозчика наркотиков. Сохранившиеся до наших дней. Мечеть и медресе 11 века реконструируют в селе Цахур. Там побывал председатель правительства Дагестана. Триумфальная победа и благополучное возвращение домой. В аэропорту торжественно встретили чемпиона Олимпийских игр Завора Углыева. Смертельный ДТП с участием автомобиля и мотоцикла произошло в Дагестане. Погибли два человека. Инцидент произошел в районе селения Кочубейта Ромовского района. Байкер с пассажиркой вылетел на главную дорогу и столкнулся с автомобилем Тойота. В результате они оба скончались на месте. В Дагестане полицейская собака помогла выявить перевозчика наркотиков. На федеральном контрольно-пропускном пункте Артезианский был остановлен рейсовый автобус, следовавший по маршруту Санкт-Петербург-Махачкала. При проверке служебно-розыскная собака указала на одну из спортивных сумок. И, как оказалось, не зря. При вскрытии в нем обнаружили пакет с героином весом более 340 граммов. Багаж принадлежал ранее судимому жителю Ленинградской области. По словам задержанного, он планировал отдать сумку с наркотиками неизвестному мужчине в Махачкале. За это было обещано 150 тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все причастные к делу лица. В Махачкале росгвардейцы обезвредили артиллерийский снаряд. Подозрительную находку обнаружили рабочие во время стройки на одной из улиц города. Оперативно прибывшие росгвардейцы вывезли 122-мм снаряд в безлюдное место и уничтожили в соответствии с необходимыми мерами безопасности. В Махачкале пресечена незаконная перепланировка балкона. Сигнал о нарушении поступил в социальных сетях в адрес мэра Махачкалы Салмана Дадаева. По словам заявителей, собственник квартиры на третьем этаже самовольно пристраивал к помещению практически еще одну комнату. На место выехали специалисты и поручили собственнику самостоятельно демонтировать установленную конструкцию. Если в течение двух недель предписание не будет исполнено, материалы будут переданы в суд. Собственник признал свое правонарушение и заверил, что снесет балкон к установленному сроку. Мечети Медресе 11 века реконструируют в селе Цахур. Такое решение было принято после визита председателя правительства Дагестана в Рутульский район. Абдул-Патах Амирханов ознакомился и с состоянием знаменитого цахурского Медресе 11 века Низамия. По словам имама Цахурской долины Ильдара Сулейманова, из стен Медресе вышло немало мусульманских ученых. Объект имеет ценность не только для цахурского народа, но и для всего Кавказа и России. Однако уже много десятилетий один из старинных религиозных объектов страны находится в аварийном состоянии. Сколы, трещины появились внутри и на фасаде здания. В Рутульске учебное заведение, высшее учебное заведение, которое построил сельдюбский визир Низам Аль-Мольк еще в 11 веке. И здесь изучалась не только религия, здесь изучалась история, география, что немаловажно было для большой, огромной мусульманской страны. Медресе, конечно, реставрировалось время от времени. Последняя реставрация была после Кавказской войны в 1860 году, когда царские войска сожгли эти села и полностью реставрировали эту мечеть. Правительственная делегация обсудила возможность проведения реконструкции Медресе в ускоренные сроки. Было предложено перевести объект в республиканскую собственность и заложить финансирование в рамках республиканской инвестиционной программы, либо направить средства муниципалитету в форме субсидий. Абдулпатах Амирханов также осмотрел ряд социальных объектов, изучил проблемы дорог, электрохозяйственного комплекса и газификации. Завершилась поездка премьера решением о строительстве нового детского сада и школы в муниципалитете. Ответственным министерствам и ведомствам даны поручения по решению проблем с энергоснабжением и очистными сооружениями в районе. На улице Энергетиков в микрорайоне Пальмира начали укладывать асфальтобетон. С просьбой провести ремонт дороги к мыру Махачкалы-Салману Дадаеву обратились местные жители. На данном этапе ведется укладка первого выравнивающего слоя, после которого будет уложен основной слой дорожного полотна. Также на месте проводится работа по обустройству тротуаров. Работы ведутся согласно графика. Отмечу, что в Махачкале активными темпами продолжается реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в рамках реализации национального проекта в столице Дагестана будет отремонтировано 96 улиц. Ко дню женственности отдел просвещения Прямо в театре Республики организовал праздничный вечер для представительниц прекрасного пола. Мероприятие прошло на Родопском бульваре. Для посетителей была организована насыщенная программа. Так желающие могли взглянуть на себя в платке. Были подготовлены мастер-классы по нанесению узоров хной, а также проводилась викторина для присутствующих на знании исламских наук. Кроме того, между розыгрышами подарков исполнялись нашиды на разных языках. Я как пришла, вот такие ребята, когда поют, я чуть-чуть уже заплакала. Эмоции приливаются, хорошо все. И спасибо, кто это организовал. Это люди, которые, в общем, можно сказать, дома хозяйки большинства, которые детьми, которые некуда идти. Спасибо, что им дали такую возможность. Мы из поколевиков знаем, что именно подчеркивала женственность женщин. Мы как раз таки этим мероприятием хотели показать, в том числе нашим многочисленным туристам, которые приезжают к нам в республику, о нашей культуре, о наших традициях, о том, как одевались наши женщины. И вот именно на это направлено наше сегодняшнее мероприятие. В Махачкале из-за жары возобновили раздачу бутилированной холодной воды. В мэрии города утвердили 10 точек, где жители города и гости республики могут бесплатно взять воду. Точки расположены во всех парках, скверах и бульварах Махачкалы, а также на проспекте Расулагамзатова, улицах Каркмасова-Гаджиева и на троллейбусном кольце. И о спорте. Дагестан начинает встречать чемпионов Токио. Первым из триумфаторов Олимпиады домой вернулся Завур Угуев. Борец-вольник из Хасавюрта в японской столице стал лучшим в весе до 57 килограмм. На малой родине Угуеву устроили торжественный прием. Подробнее расскажет Курбан Рагимов. Заур Угуев наконец дома. Позади почти месяц тренировок в Владивостоке и жаркая во всех смыслах неделя в Токио. Золотую медаль на вкус пробует отец чемпиона Резван Угуев. Именно ему спортсмен посвятил свою победу. До следующей Олимпиады три года. Сейчас спортсмена ждет заслуженный отдых. А пока приятные хлопоты, общение с прессой. В столице Японии дагестанский вольник провел четыре встречи. На старте Угуев выдал две драматичные схватки. Победы вырывал буквально на последних секундах. На выходе Угуева уже заждались сотни болельщиков. Встречают зажигательная лесгинка. Здесь родственники и друзья, сельчане и одноклубники. Все они приехали в аэропорт, чтобы лично поздравить чемпиона и разделить с ним радость этой победы. Спасибо всем, баракаллах. Еще что сказать? Обрадовал? Хорошо, спасибо. Семь наград разные пробы, три из которых золотые. Результат выступления дагестанских олимпийцев в Токио в Минспорте назвали выдающимся. Хочу поздравить и их, и других, и призеров, и чемпионов всех олимпийских игр. Этих героев, которые принесли нам сегодня большую радость. Наше нелегкое время, каждую семью и радость, и переживания за них, за этих ребят, которые были, которые они оправдали. Спасибо им огромное. Доказали, что Дагестан всегда на высоте и можно на нас положиться в любое время. Болельщикам, чиновникам и журналистам еще не раз в эти дни придется приезжать в аэропорт. Известно, что уже завтра домой вернутся еще двое борцов-вольников. Абдул-Рашид Садулаев и Игорь Джумурад Рашидов. Курбан Рагимов, Магомед Расул Магомедов, телеканал ННТ. Борец Абдул-Рашид Садулаев стал знаменосцем сборной России на закрытии Олимпиады в Токио. Церемония проходила накануне на национальном стадионе. Мероприятие проходило без зрителей. Знамя Олимпийского комитета России по арене пронес Абдул-Рашид Садулаев. Так он вошел в историю как первый дагестанец-знаменосец на Олимпиаде. В столице Японии махачкалинец стал победителем в категории до 97 килограмм, в финале одолев принципиального соперника из США Кайла Снайдера. Это золото стало для Садулаева вторым в его карьере. Смотрите нас также на сайте nntv.ru. А у меня на этом все. До встречи.